Партнер проекта LZRM, производитель рапсового масла Унша. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Шамова. Каждую неделю я знакомлю вас с современными книгами в программе «Да». Мы взяли курс на здоровый образ жизни, обучение навыкам оптимизации психического здоровья и работоспособности, предотвращение стресса и восстановление после него, повышение самооценки и ослабление депрессии, тревожности и гнева. В начале моей карьеры меня познакомили с известным московским риэлтором, руководителем крупной компании, бизнес-тренером. За ужином мы обсудили темы сервиса на премьерах кафе нашего города, управление персоналом. И еще одна из тем была про самооценку, которая спустя много лет постоянно возникает в памяти. Он порекомендовал мне прочитать книгу «Загадка доктора Хаоса». «Человека» и сериала под редакцией Лия Уилсона. Рекомендованный возраст 18+. А некоторое время назад, просматривая новинки издательства «Миф», мне попалась книга «Самооценка. Практическое руководство по развитию уверенности в себе» Глена Ширалдии. Доктор о философии. Он работал на кафедре стресс-менеджмента в Международном фонде критических стрессовых ситуаций, а также в университете. Его книги о стрессе переведены на 15 языков. Рекомендованный возраст 16+. Когда начала читать, захотелось эту книгу проходить в компании единомышленников с ежедневными заданиями. В книге 34 главы в формате теории и практики. Автор сравнивает главу со строительным блоком формирования здоровой самооценки. В конце книги приложение, где представлены упражнения из разряда факультативных и дополнительные ресурсы для прочтения. После каждой главы можно составить и реализовать простой план. Здоровая самооценка – это не упражнение в позитивном мышлении. Приведу примеры нескольких глав. Глава 5. Распознайте саморазрушительные мысли и замените их конструктивными. Предлагается вести журнал наблюдения за мыслями. В день это 15 минут по специальной форме. Глава 30. Оцените свой характер. Автор рассказывает об инвентаризации своего уровня развития по модели BasicMed, адаптированная психологом Арнольдом Лазурсом. Этот подход предполагает, что сильные и слабые стороны можно обнаружить в восьми аспектах жизни человека. Поведение, эмоции, ощущения, умственные картины и воображение, восприятием, мораль, межличностные отношения, физические зависимости. Признание реального положения дел отлично помогает определить направления для развития и целей. Со временем упражнения начнут приносить вам пользу. Даже не сомневайтесь. Сегодня мы познакомились с книгой Глена Ширальди. Самооценка – практическое руководство по развитию уверенности в себе. Поддержание здоровой, реалистичной самооценки – это часть самосовершенствования. И как и любая полезная привычка, она может стать вашей второй натурой. И вот тогда восстанавливать ее время от времени будет гораздо легче. С вами была Ксения Шамова и программа «Да!» на «Эхо Кирова». А помогает нам приносить пользу каждый день жизни наш партнер – торговая марка «Унши». Да!